Взвешенный подход при амнистии осужденных за наркопреступления и жесткий для коррупционеров. Об этом сегодня говорили на совещании во Дворце Независимости. Александр Лукашенко отметил проект, подготовленный Верховным судом, акт гуманизма в честь юбилея Великой Победы. В список включили несовершеннолетних распространителей наркотиков, которые находились в организованных группах, а также осужденных за коррупцию. Им предлагается сократить срок отбывания наказания на один год. Что касается коррупционеров, вы будете рассматривать, если мы договоримся, будет принято мною решение в комиссии, соответствующее заявление по так называемым наркоманам. Отдельно по коррупционерам отдельный список и прежде всего как приложение к указу мне на стол. А то мы там повыпускаем сейчас друзей и родственников некоторых чиновников. Ну вы понимаете о чем идет речь. И я внимательно посмотрю, стоит ли, из-за каких еще преступления они осуждены, стоит ли их вообще сокращать им срок. Не то, что отпускать, а сокращать срок. В этой связи хочу поинтересоваться у собравшихся, будет ли это правильно, такое сокращение, освобождение, помилование и так далее. Не поставим ли мы данным решением под сомнение всю работу, которая проводится судами и иными правоохранительными органами. Сегодня, когда принятые меры в сфере борьбы с наркооборотом, как мне докладывают, позволили переломить ситуацию, мы должны действовать обдуманно. К уголовной ответственности привлечено немало молодежи. Многие из них отбывают наказание впервые. Поэтому я просил отдельно проработать вопрос о возможности помилования таких лиц, молодежь, впервые отбывающая наказание. Надо признать, что ответственность за такую молодежь, которая покуривала и нюхала наркотики, лежит в том числе и на нас, взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Кстати, по поводу лиц, получивших сроки за коррупцию на совещании, шли большие споры. И глава государства сомневается, есть ли необходимость сокращать даже на один год наказание этой категории осужденных. По каждому делу ожидается детальный и четкий разбор. Надо посмотреть, чтобы действительно под амнистию попали лица, сугубо отвечающие тем требованиям, которые установлены законом. И чтобы президент видел конкретно, кто попал под амнистию. Ведь закон об амнистии устанавливает не только правила в отношении субъектов, на которых она распространяется, но устанавливает и ограничения, на кого не распространяется. И вот это тоже очень важно. Поэтому просто президент держит этот вопрос на контроле и говорит о том, что никто из тех, кто попал из коррупционеров, из, может быть, даже близких людей к тем лицам, которые сейчас у власти, чтобы ни в коем случае они не попали по случайности в эти списки. Вот о чем сказал Александр Григорьевич. Политика остается достаточно жесткой в отношении коррупционеров. Не менее важный вопрос Институт поручительства при помиловании. Особенно это касается подростков, отбывающих наказание за незаконный оборот наркотиков. Впрочем, и здесь у государства твердая позиция. Ослаблять борьбу с оборотом запрещенных средств не будем. Но по несовершеннолетним, опять же, в индивидуальном порядке рассмотрят, кого можно помиловать. При этом президент отметил, у таких осужденных будет только одна возможность исправиться. Второй раз срок станет гораздо жестче. Более озвученные цифры амнистированных, они предварительные. Примерно 2000 лиц смогут быть освобождены полностью. 3500 освобождены от других видов наказания. И еще 6500 смогут сократить свой срок на один год. Таковы предложения Верховного суда.